Всем привет, с вами Татьяна, и сегодня мы рассмотрим устойчивую конструкцию have something done в английском языке. Ранее я упоминала эту конструкцию вот в этом видео, где вскользь рассказывала, как она используется, но сегодня я хочу поговорить о ней подробнее. Устойчивая конструкция have something done используется в английском языке для того, чтобы передать сферу услуг. Другими словами, когда мы хотим сказать, что кто-то оказывает нам услугу. Это не обязательно должно быть что-то платное, это может быть также и бесплатно, главное, чтобы действие над предметом совершали не мы, а кто-то делал какое-то действие за нас. Для начала, как же мы правильно используем эту конструкцию? Мы спокойненько берем глагол have в любом его времени, здесь ограничений по времени никаких нет, потому что этот глагол используется в устойчивой конструкции. Далее указываем предмет, над которым кто-то будет совершать действие, то есть заменяем something на какую-то вещь. И третьим указываем глагол в его третьей форме. То есть, если это правильный глагол, просто добавляем иди на конец, как, допустим, cook, cooked. Если это неправильный глагол, то смотрим третий столбик в табличке неправильных глаголов и выбираем глагол, который нам нужен. В данном примере done. Do, did, done. Давайте же посмотрим на примеры, какие услуги мы можем использовать с этой конструкцией. Первым и самым типичным примером будет стрижка. Когда мы хотим подстричь себе волосы, чаще всего, что мы делаем? Правильно, мы идем к парикмахеру. Все-таки как-то самому стричь неудобно, да и мало ли что там настрижешь. Собственно, мы have our hair cut. Мы имеем свои волосы подстрижными, то есть нам подстригают волосы. Например, Почему ты подстриглась? То есть, почему ты пошла к парикмахеру и тебе подстригли волосы? Еще одним хорошим примером станет поездка к механику. Когда нам нужно починить машину, что-то с ней не так, а мы не понимаем, что не так, идеальным вариантом отвезти ее к специалисту и там ее починят за нас. И потом вернут в хорошем ее виде. В таком случае мы скажем Дословно, иметь нашу машину починенной. То есть, починить машину, но в качестве услуги, да, чтобы кто-то нам ее починил. Например, Они сказали, что машина должна быть починена к завтрашнему дню. Что они починят нашу машину к завтрашнему дню. То есть, к завтрашнему дню эти ребята, которые чинят нам машину, ее привезут, и она будет в целости, готовности, все будет в порядке. И третий очень хороший пример связан с ремонтом дома. В принципе, все, что мы делаем в доме. Покраска, починка, шпаклевка. Обычно все то, что нам самим довольно сложно делать. И лучше всего использовать специалистов для этих вещей. Как, например, фраза To have the house painted, или to have the room painted, или просто to have the place painted. Как иметь что-то, какое-то место, дом, комнату покрашенным. Например, I'm having the place painted. I'm having the place painted. Мне сейчас вот тут красят. Мне вот это место красят. И даже на самом отрывке этого видео вы можете заметить, как какая-то группа людей там красит эта комната. Здесь вы также можете заметить, что мы используем время continuous с глаголом have. Как я вам упомянула ранее, это устойчивая конструкция, соответственно, никаких ограничений нет. Present continuous просто покажет, что действие совершается прямо сейчас. Безусловно, друзья мои, вы можете использовать эту фразу с абсолютно любыми услугами. То есть не просто ограничивается починкой машины, стрижкой волос и покраской каких-то комнат. Абсолютно любые услуги. Главное правильно поменять слово, то есть предмет, на котором вам оказывают услугу, и действие, то есть саму услугу. Но, друзья, эта конструкция используется в английском языке еще в одной очень интересной ситуации. Мы используем конструкцию have something done, когда хотим поговорить о какой-то неприятной ситуации, когда что-то произошло с нами плохое. Здесь банальным примером будет кража любого рода. У нас украли кошелек, украли телефон, украли сумку или просто ограбили дом. Любого рода кража. Have something stolen. У меня что-то украли. Have my wallet, have my car, have my property stolen. У меня украли кошелек, машину или какое-то имущество. Например, В данном случае дословно переводим он имел свою машину украденной, то есть кто-то, непонятно кто, но явно не он, украли у него машину. Неприятная ситуация, как-то все-таки машина, жалко. Но, конечно же, здесь все материальными вещами не ограничивается. Мы можем спокойно говорить и о душевных ранах, когда что-то неприятное с нами, с нами случилось даже словесно. Например, банальная ситуация для всех разбитых сердцем. Иметь разбитое сердце, то есть мне разбили сердце. Например, С нами расстались, это был не наш выбор, как-то очень все это неприятно, жалко груз. Из этой же сферы я ранее разбирала предложение Вы можете здесь посмотреть, если вам интересно узнать о больших подробностях ее употребления. В общем, с неприятными ситуациями здесь ограничений тоже нет, просто случилось что-то непонятное, что-то неприятное, не по вашей вине, кто-то совершил какое-то плохое действие над вами. И последний пункт, друзья, который я не могу не упомянуть, это, безусловно, разговорный вариант. В английском языке вы часто можете встретить глагол get вместо глагола have в конструкции have something done, как get something done. Это довольно простое явление, просто глагол get становится очень разговорным, очень популярным, и он может использоваться абсолютно везде, по крайней мере старается использовать везде. Так что, друзья, если вы вдруг увидите конструкцию get my hair cut, а не have my hair cut, либо get my heart broken, а не have my heart broken, то не переживайте, это абсолютно все то же самое, просто в разговорном варианте. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, было полезно и интересно, и вы будете использовать эту конструкцию в своей речи. Обязательно подписывайтесь на мой канал для больших уроков об английской грамматике и советов по ее изучению. Ну, а я увижусь с вами на следующей неделе. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok